Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале, и я начинаю новый влог. Уже по традиции и влог, и мое утро начинается с чашечки горячего кофе. Ну и кто соскучился по дурачку, обязательно пишите в комментариях. Я его кормлю, пою, ухаживаю за ним, убираю его туалетик, а он мне кусает, ни стыда, ни совести. Причем очень интересный момент, кусает он только меня, а к маме относится с большим уважением. Я уже, наверное, на протяжении где-то трех месяцев стабильно сплю в зале. И это не потому, что мне надоели розовые обои, мне почему-то комфортнее как-то в зале, потому что там есть большой телевизор. Но сегодня мы с мамой решили переехать обратно, и, кстати, мне было очень некомфортно и непривычно спать в своей же комнате. По просмотрам я вижу, что вам очень нравится рубрика, где я делаю себе ноготочки. И, признаться честно, я очень люблю это занятие, с этими ноготочками я ходила 32 дня. Я считаю, что это достаточно много, учитывая, что я сама себе делаю ногти, в любой момент могу себе это позволить. Все равно я хожу целый месяц покрытием, и у меня ничего не скололось, не отвалилось, в общем, все в идеальном состоянии. Мне абсолютно не сложно сделать себе коррекцию, просто дело в том, что я ждала посылку, где были новые цвета, и вот я хотела, чтобы они пришли и уже вместе с ними сделать себе синий гирлак. Не знаю, возможно, вы пропустили этот влог, но в одном из предыдущих влогов я также делала мамочки. Слегка увеличила длину, сделала наращивание на верхние формы. Делала это при помощи полигеля, и, признаться честно, впервые. Мне просто девчонки в комментариях писали, что полигель это супер железобетонное покрытие, которое не сколется со временем. Ну и, как всегда, вы были правы, маме на ноготочке уже около 17 дней, и все в порядке пока что. В отличие от мамы, у меня не в зависимости от того, какие я материалы использую, у меня всегда все идеально держится. Но единственное, почему-то моим ручкам не подходит форма квадрат, у меня немножко криво растут пальцы и ногти тоже, поэтому даже если это делает мастер, получается как-то не очень. И, наконец-то, посылка тема уже дошла до меня, и можем ее распаковать. И все, что мы сегодня будем распаковывать, мы будем использовать в работе в коррекции. В общем, самое главное, из-за чего делал все этот заказ. Цветные гель-лаки я заказала себе 8 штук, просто по смешной стоимости. Да, у меня есть палитра и очень много разных цветов, но в этой палитре, если вы замечали, нет ни одного оттенка синего, поэтому я решила взять сетом, потому что так получается дешевле. И как раз этих цветов у меня нет. Да и вообще, если даже вам на фотографии кажется, что оттенок похож, когда он приходит, вы понимаете, что на один тон или на полтона немножко оттенки отличаются от того, что у вас есть. Скажу сразу, здесь объем очень-очень маленький, всего 8 мили, я думаю, что для салонов и всего остального такие гель-лаки не подойдут. Хотя вы наверняка напишите в комментариях, что в салоне красят только супер-люксовыми гель-лаками. И, возможно, вы правы, в супер-лакшери салонах так оно и есть, но в большинстве 95% салонов вот плюс-минус такие гель-лаки, ну, по крайней мере, то, что я видела. Что касается качества, даже в один слой они наносятся очень даже плотно и хорошо. По крайней мере, я очень довольна и консистенцией, и текстурой, и оттенками, в общем, просто вау. И мне так-то большой объем тоже не нужен, потому что я делаю только себе, но максимум еще и мамочке. И тут у меня глаза прям разбежались, я зашла в Пинтерест, посмотрела, что можно сделать, и там столько просто вариантов. Вот честно, никак не могла определиться с цветом. Все оттенки мы с вами в обязательном порядке нанесем на палитру, но не сейчас, это мы сделаем чуть позже, а сейчас давайте распакуем до конца посылочку. Здесь в основном все касательно ногтей, я купила вот такие штуки, не знаю, как правильно они называются, похожи на мелкие камушки. Исправьте меня в комментариях, я, если честно, там на фотографии увидела, что есть сет с голубыми камнями, но мне почему-то пришел этот. Но я думаю, это даже хорошо, потому что вот эти оттенки можно сочетать с разными гирлаками. Я буду сегодня впервые делать аквариум, насколько я знаю, это сложно. Плюс еще у мастеров всегда аквариум стоит очень дорого, поэтому попробуем только на одном ноготочке. В принципе, я так-то понимаю, ничего сложного, но просто на опил уходит очень много времени. Несмотря на то, что у меня много наклеек разных всяких, я подумала, что с темно-синим гейлаком будет смотреться очень красиво. Этот 3D дизайн очень напоминает ручную роспись. Если сильно не присматриваться, не приглядываться, такое ощущение, что просто ты нарисовал это все кисточкой. В общем, тоже обязательно нужно затестить. Также, девочки, я очень люблю покупать что-то на запас, особенно если товар мне очень понравился. Уже, наверное, где-то последние три покрытия я делала с этим топом и базой. Они сейчас у меня по всю в использовании, поэтому я решила купить себе и на запас. Стоили всего 3 доллара, консистенция замечательная, я очень довольна. Топ здесь без липкого слоя, база достаточно жиденькая, я люблю подобное. Ну и, наверное, самое главное, с этой базой у меня все замечательно держится на протяжении 30 дней, нет сколов и никаких-то проблем. Обычно один бутылек базы и топа мне где-то ориентировочно хватает на 7-8 месяцев. Открытый у меня есть, поэтому этот просто чисто отправляется на запас. Когда я была подростком, наверное, где-то лет 14-15, мне очень нравилось клеить ресницы. Получалось у меня, ну, такое себе, но эффект мне очень нравился. Вот с тех времен прошло очень много времени, я экспериментировала, делала наращивание ресниц, делала ламинацию. И, кстати, когда я делаю наращивание, мне почему-то все абсолютно говорят о том, что мне эта процедура совершенно не идет. Хотя я выбираю разный объем. В общем, порой мне хочется делать какие-то образы, макияжи снимать, я хочу попробовать себя в чем-то новом. И просто тушью там не обойдешься, поэтому я решила попробовать заказать тебе ресницы. У меня есть такая идея снимать короткие ролики о шот. Возможно, какие-то разговорные, правильно делать интересные макияжи, а потом с этим макияжем садиться снимать для вас мукбан. Ну, понятное дело, я в этом не профи, но все равно. Не просто с тысячами фильтров, где ничего абсолютно не видно. А снимать реальную картинку, реальный процесс, я думаю, что будет очень интересно. И еще меня очень обрадовала одна новая, что теперь шот спудут до трех минут. Потому что я просто не могу уместиться в одну минуту. Я как человек, который всю жизнь снимает длинные ролики, для меня реально это очень сложно. Я начинаю нервничать, думаю, блин, поместится это в одну минуту или нет. Ну и, естественно, заказала клей для ресничек. И, кстати, упустила самый главный момент. Я оставляю вам ссылочку обязательно всегда под видео на скачивание приложения. Тему, если вы скачаете именно по этой ссылке, вы получите пакет купонов. После скачивания, если в течение 24 часов вы сделаете свой первый заказ, вы можете воспользоваться моим промокодом, который дает вам дополнительную скидку ко всем остальным 30%. У меня аж язык начал заплетаться, его сейчас вы видите на своем экране. Но его, к сожалению, можно использовать только один раз и только при первом заказе и только после 24 часов после скачивания приложения. К сожалению, я при первом своем заказе даже не знала про все эти плюшки, поэтому не успела воспользоваться. Ну и еще я заказала вешалки, чтобы вешать свои джинсы, потому что в сложенном состоянии они мнутся. Я просто один день посвящаю глажки, и все у меня выглажено, выстирано, я все повесила. Вот когда я спешу и быстро выхожу из дома, у меня уже все готово. И последнее, в последний момент в корзину я кинула себе один дотс. У жены брата был очень классный, качественный сет дотсов. По-моему, она их заказывала с Алиэкспресс очень давно, наверное, лет где-то 10 назад. И она, кстати, его посеяла. И я вот думала, что это что-то похожее, но этот дотс не настолько качественный, как тотс. А на этом все. Как вы видите, заказ у нас в этот раз был небольшой, так что погнали делать ноготочки. Понятное дело, я не мастер, не принимаю клиентов, и по идее, зачем мне наносить каждый оттенок на типсу. Просто, девочки, это настолько удобно, когда ты выбираешь себе оттенок. Просто наглядно видно, сколько оттенков у тебя есть, и тебе легко сделать выбор. Поэтому я делаю это чисто для себя. А этот оттенок, кстати, немножко разочаровал. Он оказался намного темнее, чем на фотографии, а вообще на видео кажется черным. Хотя это темно-синий. Всего в сете было 8 оттенков, и всех их я нанесла на типсы. Слава богу, типс у меня очень много. Я просто кайфую от этих оттенков. Каждый цвет по-своему красивый. Эти девушки, которые снимают видео, осуждают других девушек, которые делают цветные покрытия или ляпистые ногти с какими-то crazy дизайнами. Мол, нюды красные, это круто, а все остальное колхозно. Идите в жопу. Я делаю гейлак, чисто исходя из своего настроения. И когда меня спрашивают, какой твой любимый цвет, я, конечно же, в первую очередь задумываюсь о розовом. Ну а так, если брать в целом каждый оттенок, он как-то по-своему красивый. А особенно мне в этой палитре очень понравился блестящий оттенок. Он реально супер красиво переливается. И вообще мне надо больше голографических гейлаков. Когда я была мелкой, я очень любила скупать много лаков. И большинство лаков из моей коллекции были как раз-таки с блестками. И меня просто жутко раздражал тот момент, что когда я ацетоном снимала покрытие. Но, понятное дело, у меня был самый обычный лак. Именно блестящие лаки очень сложно сходили. Меня это жутко бесило, что я целый час сижу и не могу отодрать. Но, несмотря на это, для меня прям фаворитами были именно блестящие лаки. Итак, естественно, с чего мы начинаем? Это со снятия покрытия. У меня керамическая фреза с красной насечкой, которая супер справляется со своей задачей. Кстати, заказывала сетом, по-моему, за 6 долларов 10 фрез прям сразу в комплекте. По-моему, эту распаковку я вам тоже снимала. Короче, сомневалась я между двумя оттенками. Изначально этот сет покупала из-за синего цвета, но он оказался достаточно темный. Я выложила в своем инстаграме, чтобы мне помогли подписчики. И абсолютно все проголосовали за коралловый цвет, поэтому мы будем делать именно его. Мне кажется, года три точно я не делала такое покрытие, а точнее с таким цветом. Мне кажется, подобный оттенок больше даже подойдет на лето. Можно было, кстати, сделать что-то осеннее, но нет. Настроение у меня в последнее время вообще не осеннее, а почему-то даже какое-то новогоднее. Поэтому в следующий раз будем делать какой-то новогодний дизайн. Пыль летит во все стороны просто потому, что я наделала не тот мешочек. В общем, достаточно длинные ногти, когда это квадрат, мне с ними уже сложно ходить. Я вообще не могу ходить с длинными ногтями. Несмотря на то, что они нарощены, они везде цепляются, мне уже становится неудобно. Так, девочки, спокойно, без паники, это не конечный результат. Я еще сверху хочу нанести гель, затем уже сделать нормальное пилу, то есть так это все дело не останется. В предыдущем заказе я вам показывала, что я купила вот такие гели. Кстати, говорила вам, что пока что не покупайте, посмотрим, как будет держаться у меня. Именно поэтому в этот раз мы будем их использовать. Здесь объем очень маленький, 15 мили, но как раз то, что мне нужно. Сказать, что так получается супер бюджетно, нет, наоборот, намного дороже, чем брать большой объем. Но мне так удобнее, я вам уже рассказывала про это. Начнем мы, пожалуй, с этого ноготочка. Именно здесь будет аквариум. Не знаю, я почему-то была уверена в результате, что у меня все получится. Так как ногти у нас будут коралловые, ни один из этих оттенков, естественно, не сочетается. Поэтому вот эти камушки я решила выбрать черные, разместить их в хаотичном порядке. Ну а в качестве геля, к сожалению, в этот раз не получится использовать этот, потому что, когда я его открыла, я просто ужаснулась от цвета. То есть он прям сильно отличается от картинки, поэтому, пожалуй, возьмем обычный молочный от Рунейл. Он у меня где-то год уже, и там осталось совсем немного на донышке. Я думаю, с таким нежно-голубым оттенком белый подойдет гораздо лучше, нежели розовый. Я знаю, что также подобные камушки используются для выкладного френча, и вот уже я, кстати, никогда не делала. Надо обязательно попробовать. На подложку из геля разместила их и отправила сушиться. Чтобы дизайн смотрелся как-то гармонично, я решила добавить еще блестки из того же сета, который мы сегодня открыли. Точнее, который я заказала с тему. Здесь очень красивые синие блестки. Я беру такую тоненькую кисточку и между камушками пытаюсь аккуратно прокрасить. Эта идея мне пришла спонтанно, и она была действительно достойная, потому что так гораздо лучше все сочетается между собой. Просто когда я пытаюсь использовать те средства, которые я заказала, я еще пытаюсь сделать так, чтобы это все сочеталось между собой. Кончик тоже аккуратно прокрашиваю уже большой кисточкой и отправляю сушиться. Следующий этап это, естественно, огромный слой геля, который будет покрывать все это дело и создавать видимость какого-то аквариума. Положила я геля достаточно много, поэтому пришлось мне пилить его долго. Это еще, понятное дело, до опила плюшки, но все равно мне уже нравится результат. А как вам? Обязательно пишите в комментариях. Уже лет, наверное, 5 беспрерывно я хожу с покрытием. И порой у меня возникает идея сделать небольшой перерыв, снять покрытие, попробовать походить без него. Вот так вот у нас ноготочек выглядит после опила. Наношу топ и готово. Еще я выпилила свой ноготь изнутри, сделала его более тонким, получился супер изящным. Теперь мы переходим к этому ноготочку. Здесь тоже я придумала кое-что интересное. Но для начала я его укрепляю гелем. На нем у нас будет френч, но не простой, так как у меня есть наклейки, которые я заказывала в предыдущем заказе, вот такие. Я решила попробовать сделать френч именно ими. Но вот такой вот необычный. И сверху будем покрывать блестючками, и внутри блестючек будет видно этот френч. Я думаю, должно получиться очень эстетично и красиво. Лак у нас достаточно плотный, поэтому френч не особо видно, к сожалению, но ничего, так тоже пойдет. Оставшиеся ноготочки делаем просто кораллового цвета, но сначала немножко надо забафить. Обязательно отодвигаю кутикулу и наношу цветное покрытие. Как вы видите, даже в один слой получается очень классное покрытие. Уже который раз покупаю гель-лаки именно на тему, не разочаровали абсолютно. Просто ни один оттенок из них не плешивит, все очень даже достойные. Вот такой результат у меня получился. Очень круто переливается, и вообще безумно гармонично ноготочки и дизайны между собой смотрятся. Не знаю почему, по идее должно быть наоборот, но правую руку я делаю намного быстрее, нежели левую. Возможно, потому что левую еще я снимаю. Левая у нас получается уже готова. Сейчас мы будем переходить к правой. С круглой формой намного проще ходить, нежели квадрат. Вот это у меня квадрат, которому уже 32 дня, и давайте сделаем их тоже. Для вас прошла одна секунда, а для меня где-то, наверное, полтора часа. Где-то за такое время я сделала правую руку. Как бы сильно я не любила форму квадрат, все равно миндаль мне смотрится гораздо лучше. Так считает все мое окружение. Как вам? Пишите обязательно в комментариях. А это у нас правая рука. Мне кажется, очень даже гармонично сочетаются с моей фрезой, как будто под цвет фрезы делала. Последний штрих это масло для кутикулы. У меня его настолько много. И мне порой кажется, что оно бесконечное реально. Маме настолько понравился этот цвет, что мама говорит, в следующий раз мне тоже сделаешь такое покрытие. Ура, аллилуйя, мама выбрала что-то, кроме красного и нюда. Я когда ей предлагаю что-то яркое, мама сразу аргументирует это тем, что я не молодая девчонка, чтобы делать яркие ногти. Простите, извините, что? Какая разница, сколько тебе лет? Да хоть желтый, розовый, какая разница? Если тебе нравится, ходи. Ну, в общем, каждый раз, когда я себе делаю новые ноготочки, где-то три дня подряд я просто чисто любуюсь. И постоянно маме и своему окружению говорю, посмотри, какие ногти я сделала, как тебе, мне кажется, идеально. И в какой-то момент я понимаю, что я просто перебарщиваю с этим. Причем, если я сделала в салоне, у меня такого эффекта нет. А если я сделала сама, я должна каждые пять минут хвастаться. Ну, мол, типа, какая я талантливая, какая я молодец все-таки. А вот эти камушки мне очень понравились, здесь реально безумно много. Я думаю, что лет на десять их точно хватит. И вот такой вот у нас результат. Ногти я сделала и решила прогуляться немножко, отделась, и мы отправились гулять. Показываю вам свой лук. Брюки мне купил парень, и стоили они сорок монат. И я еще тогда их не хотела брать, потому что потом на скидке они стоили десять. Я подумала, нахрена? И они действительно очень некачественные, ужасные просто. То есть цена им реально десять монат. Вот эту рубашку мне очень часто спрашивают и просят на нее ссылку. Это Zara. Абсолютно все просят дать ссылку, но я покупала у нас здесь в городе, но я знаю, что в Турции. Стоит без скидок на 30% дешевле, поэтому многие меряют здесь и покупают уже в Турции. Но Zara нету, к сожалению, на Trendyol, и я не знаю, как оттуда заказывать, поэтому каждый раз я переплачиваю. Кто умеет, обязательно пишите мне в Instagram, буду безумно благодарна, потому что за свою куртку я конкретно переплатила, ту куртку, которую покупала в Zara. Я просто офигела, когда увидела цену. Короче, надо один раз научиться оттуда заказывать, и потом уже на постоянной основе что-то понравится, чисто буду себе заказывать. Мы сегодня с парнем пошли кушать суши. В моем любимом заведении всегда бывает очень много людей, и я просто вот шла дорогу и думала, блин, только бы там никого не было, и повезло, действительно было очень мало людей. Здесь я опять же не могу налюбоваться на свои ноготочки. Посмотрите, какая я молодец, какая я умничка просто. Напишите мне в комментариях про это. Вообще, у меня есть такое правило, я стараюсь не заказывать слишком много, если даже я очень голодная, если я все равно это все не съем. Это, знаете, как под влогами из Грузии мне писали девчонки, что почему вы заказываете только два блюда в Грузии, очень много вкусной еды заказали бы на весь стол. А извините, кто это будет кушать? Окей, кадр получится классный. Но затем это все пойдет в мусорку. Вообще, моя бабушка всегда говорила, что выбрасывать еду это самый большой грех. Поэтому пусть в комментариях меня посчитают крысой, но я заказываю ровно столько, сколько смогу съесть. И в этот раз мы были не сильно голодные, но взяли большой сет. Очень вкусные роллы, надо мукбанг снять. И, короче, то, что осталось, мы просто попросили завернуть с собой, потому что осталось достаточно много. Мне кажется, это просто идеальный вечер. Вообще, каждый вечер мы стараемся ужинать вместе. Вчера это был Макдональдс, сегодня это суши. Но, в общем, каждый день по-разному. Можем просто по шурме взять и у машины покушать. И вот это все пошло бы на выброс, поэтому я взяла все это с собой. Погода была просто замечательная. Я отправилась домой, потому что мне нужно было монтировать этот влог. А в качестве благодарности буду очень признательна. Если вы досмотрели этот влог до этого момента и до сих пор не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь. Для вас это всего лишь нажать одну кнопочку, а для блогера большая мотивация двигаться вперед и снимать очень много контента. А последние влоги я все абсолютно снимаю на телефон, потому что так проще монтировать, так проще еще сверху озвучивать. В общем, поэтому все у меня на телефон. Я почему-то думала, что этот влог будет безумно насыщенный и очень длинный, но получилось, как получилось, всего 19 каких-то минуточек. Посмотрите, как круто нам завернули роллы, которые мы не доели. Нам положили дополнительный соус абсолютно бесплатно, васапи, имбирь и еще две пары палочек. И это все абсолютно бесплатно и безумно приятно. Я пошла все это кушать, а вам огромное спасибо, что досмотрели. Всем пока!